всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу поделиться с вами своими новостями показать вам что у меня на данный момент в процессе а также рассказать вам что я начала что у меня было в процессе и что и распустила и почему давайте начнем с самого главного на данный момент моего процесса над которым я работаю практически каждый день так как естественно те кто давно на моем канале где те кто смотрят все мои видео вы знаете что я начала вот такой процесс это будет блузка крючком такой блузон кофточка крючком по мастер-классу звездная ночь сейчас высветится вот здесь вам подсказка и вы сможете посмотреть а значит я вязала такой уже блузон для себя это был мастер-класс так как я получила в подарок вот именно таким узором блузку совсем конечно из другой пряжи от маргариты герасимовой это было прошлым летом когда у нас была встреча вязалочек по вашим многочисленным просьбам я сделала такой мастер-класс по этому узору по всей кофточке по всей выкройке я связала естественно ну как дело так как делала мастер-класс я получается связала еще для себя из пряжи ирис я вязала очень осталась довольна все мне понравилось и я решила маме связать тоже в подарок такую кофточку потому что моя мама не вяжет крючком то есть спицами она что-то может себе связать хотя вяжет очень мало крючком моя мама не вяжет совсем я решила сделать ей такой сюрприз и шла сделать ей такой подарок я посчитала что мне нужно по ширине 5 мотивов и высоту мне тоже нужно 5 мотивов вот как вы видите я полностью все довязала это моя готовая спинка сейчас на данный момент я не могу вам все показать так как в камеру не входит но вот вы видите да что здесь первые два ряда они лежат ровно и они так более более широко то потому что вот эти два ряда я отпарила утюгом когда у меня был только начало процесса когда я была в самом начале вязания далее я стала вязать и как вы видите здесь уже такое не разглаженная все такое немножечко сжатое потому что я буду это стирать конечно же отпаривать буду и тогда мне нужно посмотреть какой в итоге получается по ширине размер и я стала немножко сомневаться почему я стала сомневаться вот смотрите на вот эту всю спинку да вот это получилось у меня спинка вот это квадрат у меня ушел вот полностью вот такой моток сейчас я покажу что у меня осталось от этого мотка вот посмотрите вот у меня была такая катушка и у меня вот это осталось от того что я связала спинку Вот эти два мотка, вот эту пряжу я получила в подарок от Виктории Абель. Она тоже живет в Германии, у нее тоже есть канал на YouTube. Она очень красивые вещи вяжет крючком. Я оставлю ссылку на ее канал. И я получила в подарок вот такую пряжу, таких два мотка. Мне очень понравился такой цвет, да, очень красивый цвет. Вы увидите фотографии, естественно, всей этикетки этой пряжи, чтобы здесь не крутить мне в камеру. И вот у меня получилось. Вязала я, ну, вязала, вяжу на данный момент крючком номер один. У меня получилось 5 мотивов в ширину от спинка и 5 рядов, то есть 5 мотивов также в высоту. Соответственно, перед, переднюю часть я буду вязать точно так же. Единственное, что у меня получится, у меня получится таким образом. По одному мотиву у меня будет на плечо. А здесь у меня получается, там, где будет горловина, у меня будет 3 мотива. Я буду вязать пол мотива. Один мотив я буду оставлять свободный. И здесь буду вязать пол мотива. И потом, соответственно, я это буду все обвязывать, и у меня получится такой более закругленный вырез горловины. То есть мотив-мотив, пол мотива здесь будет вот так, то есть вот так будет пол мотива, а здесь вот этого серединного мотива совсем не будет, то есть здесь будет углубление, именно вот сюда будет углубление. Теперь я разговаривала с мамой, насколько я поняла, что она, ну скажем так, немножечко поправилась, поэтому я сомневаюсь, я очень сомневаюсь, что мне этих пяти мотивов по ширине будет достаточно. Что я подумала, как я сделаю теперь, чтобы не вязать просто наобум, потому что вы знаете, да, что все мотивы, они соединяются между собой в последнем ряду в процессе именно вязания. То есть я могу, конечно, расширить, да, вы сейчас скажете, ну, Алена, какая проблема? Добавь один мотив с одной стороны, другой мотив с другой стороны, и где будет подмышечная впадина сбоку, то есть будет дополнительно один мотив. Да, все понятно, но может получиться и так, что здесь будет один мотив, и здесь будет один мотив, и это будет уже слишком много по ширине. Возможно, что вот ширина мотива, она вот, понимаете, 10 сантиметров получается, то есть 10 сантиметров с одной, 10 сантиметров с другой, 20 сантиметров, это все-таки большое уже такое расстояние, может быть, что и будет этого многовато. Что решила сделать я? Я буду вязать теперь перед, я буду делать соединения плечевые, я буду делать вот здесь по пол мотива на горловине, я полностью обвяжу всю горловину, я не буду соединять бока, и я не буду делать кайму. Поэтому, когда приедет моя мама, мы сделаем примерку, если нужно будет довязать здесь один мотив и здесь один мотив, я их довяжу и буду соединять в процессе вязания. Если же по одному мотиву мы посчитаем, померяем, будет много, значит, я буду здесь после подмышечной впадины, от подмышечной впадины, если правильно сказать, до низа изделия, значит, я буду какой-то искать поперечный узор, понимаете, вот сюда я буду вбок добавлять какой-то поперечный узор. Либо это будет какая-то разновидность сеточки, либо это будут просто три столбика с одним накидом, допустим, одна воздушная петля между, или как-то две воздушные петли, то есть я буду уже смотреть. И потом, может быть, мне понадобится сантиметра три, допустим, сеточки с одной стороны, сантиметра три сеточки с другой стороны, и также в процессе вязания я, как боковые швы, буду, значит, эту сеточку соединять. И потом, когда уже полностью будет выполнено соединение боковое, тогда, естественно, я приступлю к кайме. Теперь вы скажете, Алена, ну, раз у тебя в наличии-то только всего два мотка, один ушел на спинку, второй идет наперед, значит, надо же чем-то, естественно, обвязывать горловину, делать боковые соединения, обвязывать проймы, а также делать кайму. Конечно, поэтому я на сайте eBay заказала еще один дополнительный моток. Почему я его положила отдельно? Потому что вот вроде бы цвет одинаковый, и в то же время я не знаю, как по партиям они же могут отличаться, и мне кажется, что вот этот цвет, он, ну, я не знаю, или мне действительно так кажется, капельку-капельку, не то что светлее, а какой-то другой оттенок имеет. Поэтому я его положила вот сюда в кулечек отдельно. То есть у меня передняя часть будет полностью связана точно таким же цветом, а вот там, где не сильно различие, не слишком будет видно различие в тоне, в оттенке, этим цветом я буду делать обвязку и буду, соответственно, делать кайму. Если кому интересно, на каком сайте я заказала эту пряжу, то вот я сейчас вам покажу этот интернет-сайт, и вы можете также посмотреть там, что есть в наличии, какая пряжа, и если вас заинтересует, то сделать заказ. Вот это, значит, моя работа сейчас, на данный момент, над которой я усиленно работаю, так как мне до пятницы, мама прилетает в пятницу вечером, до пятницы мне нужно закончить переднюю часть, сделать плечевые швы и посмотреть, как я буду обвязывать горловину. Ну и потом, естественно, чтобы можно было это примерить уже, когда мама будет непосредственно здесь. Значит, это мой первый процесс. Второй мой процесс, полосатенький, наверное, очень многие из вас уже его видели, кто подписан на мой инстаграм, а также в Одноклассниках на странице, я выставляла вот этот полосатик. Здесь, конечно, опять-таки он не войдет весь в камеру. Сейчас вы увидите фотографию, как полностью вот это все смотрится на манекене, как это все выглядит. Я сделала фотографию. И тут, когда я начала вязать, что у меня получилось? Конечно, у меня была пряжа, я уже вам показывала ее. Это вот такие клубочки разного цвета, разных цветов. Вот они все. Но это вот одинаковые, просто это маленькие, это побольше. Это, кстати, я взяла газал, который я получила от магазина Мир Вышивки. И газал XXL, это вот этот, который я показывала в обзоре. Я тоже оставлю ссылку, или вот здесь вот сейчас будет подсказочка. Вы можете посмотреть обзор этой пряжи. Теперь у меня вот такой, это все хлопок. Это все хлопок, кроме вот газал. Газал это полухлопок. Все остальное у меня вот такие моточки. Это все хлопок. Еще у меня были другие мотки. И вот собрала я все эти цвета, которые у меня были, которые, ну, я считала, что их можно хорошо между собой, скомбинировать. И я стала, конечно же, пробовать. Я уже вам показывала в одном видео. Это у меня был мастер-класс по бабушкиному квадрату. Там тоже очень много было остатков. И я показывала, какой есть вариант именно смешивания цветов пряжи. То есть, как определить, какой цвет подходит, за каким, как это сделать. То есть, я начинаю играться с этими клубочками, начинаю между собой их перекладывать один с другим, менять как-то там вот так, вот так, добавлять. И смотреть, как хорошо все это между собой смотрится. Собрала я, значит, всю эту пряжу. Начала ее вот так миксовать, эти клубочки. Конечно же, перед тем, как вязать, уже определилась, какой узор, уже определилась, какие спицы. Кстати, по этому узору у меня есть тоже на канале мастер-класс. Я оставлю ссылку. Это очень-очень легкий узор. Я вязала вот этот весь хлопок, который вы видите. Это обычный хлопок, где в 50 граммах 125 метров. Этот хлопок хорошо вязать на спицах номер 4. Но у меня летняя эта маечка, летнее полотно. Причем здесь немножечко дырочки. Это, знаете, такая маечка, ну, я не знаю, на море, может быть, на пляж, в какой-то летний вечер с белыми шортами надеть. Поэтому я ее хотела сделать максимально легким полотном. И я взяла спицы номер 4,5. И смотрите, что у меня получилось. То есть я начала смешивать все эти ниточки между собой, раскладывать, какой первый цвет, какой последний. Соответственно, я шла, естественно, вот, как вы видите, да, от темного к более светлому я сочетала эти цвета. Как меня научила Инна Тищенко, у которой вот множество полосатиков, да, я рассказывала вам в прошлом видео, что я вдохновилась ее полосатиками. И вот она мне когда-то, ну, вот говорила, учила меня, что когда ты меняешь цвета или комбинируешь много цветов, то нужно идти от темного к более светлому, то есть снизу вверх. Я, естественно, по такому принципу соединяла цвета. И вы знаете, все у меня хорошо получалось. И получалось у меня вот так. Я сначала вязала, вот, сначала такой цвет я взяла, вот он, да. Потом я приложила вот этот клубочек, мне понравился, как они сочетаются. Я добавила и сделала вот такие две полоски. После этого я добавила такой более золотистый, вот он, да, после этого цвета. Вот так вот я сделала. После этого цвета, я думаю, ну, тоже что-то здесь коралловое надо добавить. Я добавила вот эту ниточку, вот этот клубочек. Потом, соответственно, здесь был золотой такой цвет. Я подумала, ну, значит, здесь будет очень хорошо сочетаться коралловый с бежевым. Я добавила бежевый. И вот потом все. Вы знаете, потом все. У меня был такой какой-то стопор, потому что не получалось. То, что я накомбинировала сначала и сфотографировала, чтобы не забыть, какой цвет за каким, у меня получалось вот таким образом. Вот такой цвет должен был идти после вот этого цвета. Вот такой нежно-нежно, ну, я даже не знаю, кораллово, такой даже немножко персиковый, розовый. Я даже не знаю. И вот, когда они вместе, посмотрите, да, они хорошо сочетаются. Что же получилось, когда я провязала только один ряд этой пряжей? Не то и все. Ну, не то. Никак не смотрится. Никак. Ну, думаю, хорошо. Не буду тогда я эту пряжу добавлять. Тогда я добавлю более светлый. Тоже положила рядом. Очень хорошо сочетается. Прекрасно. То же самое. Набрала один ряд сюда. Не то и все. Вот не смотрится сразу первый ряд. Распустила. Ну, что же, думаю, сюда добавить? Потом думаю, ну, раз здесь такой бежевый, прям светло-бежевый, здесь был коралловый. Может быть, какой-то коралловый, но посветлее. И я вспомнила, конечно же, о пряже, которую я получила с магазина Мир Вышивки. Я стала вязать. И вот так мне понравилось гораздо больше. И уже после этого цвета я тогда добавила вот этот. Потом я решила опять после темного сделать более такой сочный цвет. Я опять добавила коралловый. Потом я снова добавила бежевый. Снова у меня получился еще раз коралловый. А потом просто-напросто я связала вот эти три последние цвета, которые у меня были в самом начале. То есть я их связала уже здесь. И в самом-самом конце, так как я думала, ну, я посмотрю, как у меня будет по высоте. Хватит мне. Если хватит, я, значит, здесь закончу. Но когда я посмотрела, что я начала горловину, плюс у меня здесь, естественно, пройма. Я оформила здесь пройму. И получается у меня, что здесь будет немножечко коротковато, скажем так. То есть, видите, очень такая низкая пройма и будет прям совсем подмышкой. Я же еще хотела обвязывать. Поэтому я еще нашла у себя вот такой клубочек и сюда просто добавила. Он не сильно отличается. Он таким, по более светлым тоном плавно переходит. Я добавила вот этот. Вот так у меня получилось. Так что, видите, даже иногда бывает, хоть я и скомбинировала все клубочки между собой, и мне показалось, что это было красиво. Но на самом деле, когда я стала вязать и провязала вот эти пять цветов после бежевого, вот было немножечко плохо мне сочетать. То есть я хотела сначала такой пустить. Ну, вот видите, он как-то вот, на мой взгляд, конечно, кому-то может быть понравится. Кто-то может быть скажет, что у Алены надо было так и оставить. Но вот мне показалось, что вот это все-таки оригинальнее и интереснее. И так мне нравится больше. То есть у меня теперь на данный момент получились вот такие полосочки. Вот посмотрите, вот такое сочетание у меня получилось. И вот получаются такие как бы, ну, не знаю, зигзаги, можно так сказать, да, такие направления в разные стороны. И получилась у меня вот такая летняя яркая пляжная маечка, которую можно надевать летом. Теперь мне поступил от, я сейчас постараюсь назвать фамилию правильно, от Алены Павлюк вопрос. Она меня спрашивает. Алена, расскажи, пожалуйста, когда ты сшиваешь изделие, как ты сшиваешь, когда именно полосатик? То есть ты каждый раз берешь вот эту нить для того, чтобы здесь именно сшить эту полоску, или делаешь как-то иначе? Да, я все время беру отдельную нить и сшиваю. Вот, например, я возьму такую ниточку и буду сшивать в тех местах, где это пряжа. То есть я сошью вот здесь этой нитью, и, соответственно, сошью вот здесь этой нитью. Если, допустим, я буду сшивать бежевая, то я сошью один раз в этом месте, один раз в этом месте. И так я буду делать на протяжении всего изделия. Вот, и поэтому Алена мне задала такой вопрос. Я на него ответила. Но также хочу спросить и вас, дорогие зрители. Возможно, у вас есть какой-то другой вариант. Возможно, вы делаете как-то иначе. Мне многие написали, что рвать нить не надо. Оставляете ее здесь, и потом просто, когда следующую полоску начнете, там она у вас начнется. Да, это хорошо, когда вы только две полоски меняете. Например, белая-черная, грубо говоря. Белую провязали, нить оставили, провязали черную. Здесь чуть-чуть ниточки от белой. Опять вяжете белую, от черной оставили. Опять вяжете черную. Но представьте себе, когда у меня совершенно разные цвета, и у меня вот эта пряжа повторяется только вот здесь. Но я же не могу на протяжении всего изделия оставлять нить. Но это понятно, да? Почему я с этой стороны, где присоединяла нити, я оставляла такие длинные кончики? Я оставляла их для того, чтобы вот эти узелки не делать короткими, и потом их как-то там не зашивать, не фиксировать, а просто сразу кончик я буду вдевать в иглу с большим широким ушком, и просто буду в шов вдевать, как-то здесь вот так вот закреплять, и сразу отрезать. И все, чтобы не было именно вот этих махрушек, когда вот такие вот короткие ниточки, чтобы так не оставалось. Поэтому, дорогие зрители, если у вас есть еще какой-то способ сшивания именно вот таких полосок разных, то, пожалуйста, поделитесь в комментарии, будет очень интересно узнать, какой там, возможно, новый способ сшивания изделия с вот такими разнообразными различными полосочками. Это, значит, мой второй процесс. Вот, как вы видите, передняя часть, вот такой вот вырез, и я, естественно, буду приступать к спинке. На спице у меня 4,5, я сказала, и на спице я набирала 85 или 2 кромочные. Вот как-то так я вязала. Вот если кому интересно, на мой размер. Но потом, конечно, когда изделие будет готово, я сделаю обзор. Как я буду обвязывать горловину, как я буду обвязывать пройму, я еще не решила. Возможно, это будет просто крючком, допустим, ряд или два столбика без накида. Возможно, это будет рачий шаг. Может быть, это будет как-то еще. Не знаю, я посмотрю. Это второй мой такой процесс. Вот я поделилась с вами. И теперь третий процесс, который у меня был, но которого у меня на данный момент нет. Но я сейчас вам расскажу. В прошлом своем видео я рассказывала вам, что я хотела начать платье вязать веерами. По этому платью, ну, я собираюсь вязать платье, но у меня уже была связана туника. У меня есть тоже на канале мастер-класс. Связано это крючком, связано это веерами, связано это с круглой кокеткой и также с ростком. Кокетка и все изделие вяжется по кругу, а росток вяжется поворотными рядами. Вы очень часто меня это спрашиваете. Я, кстати, даже иногда не знаю почему. В общем-то, в мастер-классе я все настолько подробно объяснила, что мне даже пишут комментарии, сколько можно одно и то же говорить. Но, тем не менее, хоть я и говорю одно и то же 10 раз, и все равно в комментариях, а это поворотными рядами или вы вязали по кругу? А как вы вязали росток? Это поворотные ряды или вы как-то по-другому вязали? Поэтому я сейчас это все повторила еще раз. Допустим, ну, кто, может быть, не видел еще этот мастер-класс, кому интересно. У меня была пряжа, то она и есть на данный момент у меня до сих пор. Пять мотков от фирмы Ализе. Это пряжа Дива называется. Очень многим из вас она известна. Это стопроцентная микрофибра. Таких у меня пять мотков. Я привезла их с города Краснодара. Тоже покупала в прошлом году, когда у нас была встреча вязалочек на улице Путевой, город Краснодар. У меня было пять мотков. Мне очень понравился переход этих цветов. Посмотрите, мне очень нравится вот именно этот переход вот всех зеленых оттенков. И особенно темный вот этот петроловый. Очень мне нравится. И я хотела вязать себе платье именно из этой пряжи с самого-самого начала. Но так как я понимала, что если я буду вязать рукава и буду вывязывать свою длину, то мне, соответственно, не хватит. Поэтому я уже вязала тунику. Я знаю, как свой расход, какой у меня ушел расход. И поэтому у меня получилась не моя длина, и там не было рукава. И я подарила эту тунику своей подружке Кате в Краснодаре. Мне, кстати, кто-то написал в комментариях, что Алена не может быть. У меня 52 размер. И я вязала тоже крючком из Ализе Дивы. И мне хватило на целое платье. Да, вы знаете, смотря, конечно, каким узором вы вяжете. Узор веера, он берет очень много пряжи. Потому что там весь узор состоит только из столбиков с накидом. Столбики с накидом. Там практически очень мало воздушных петель. И, конечно, пряжи уходит много. Если вы вязали, к примеру, из Ализе Дива какое-то воздушное изделие, которое было связано с сеточкой, крючком, или каким-то другим изделием, где были, допустим, в узоре много было воздушных петель, а вот именно столбиков с одним накидом было мало, тогда я согласна, конечно, могло и на 52 размер хватить 5 мотков. Но мне, я знаю, что на платье сурковом на мою длину мне не хватит. И я, естественно, очень хотела и оставила эту мысль. Потом я уже думала, знаете, вот эту пряжу скомбинировать. Вот эту пряжу я получила тоже в подарок от Виктории Цой, когда я получила посылку из Южной Кореи в подарок к Новому году. Вика мне прислала вот таких 3 мотка. Это микрофибра, разные составы, но вы знаете, что меня это не останавливает. Я смешиваю разную пряжу, я пробую, я смотрю, как это в работе, и мне это нравится. И я думала, что вот эти где-то здесь переход будет вот зеленый, петроловый, я как-то вот эту пряжу здесь смешаю, возможно, хотя немножечко оттенок видно, что здесь не совсем как бы одинаковое. Но я уже думала, ну как-то, может быть, я придумаю. И тут у Анюты на канале вязанный стиль от Анны, я оставлю ссылку на канал Анюты, кто еще с ней не знаком. Она в одном из своих недавних видео делала обзор своего уголка вязального. И вот она показывает пряжу, и тут я вижу у нее упаковка вот этой Ализе Дивы. Мы же вместе на путевой покупали, и она тоже покупала вот такую пряжу именно таким цветом. Ну, естественно, я звоню Анете, и я говорю, Анют, у меня к тебе вопрос. Слушай, я смотрела твое видео про рукодельный уголок. Скажи, пожалуйста, что ты планируешь вязать из этой пряжи Ализе Дива, вот ваниль с петролом. А, говорит, Ален, ты знаешь, честно тебе скажу, я даже не знаю. Она говорит, я купила, мне понравился цвет, да, но она говорит, для себя вязать точно не буду, потому что это не мои цвета. То есть, ну, Анюта предпочитает другие цвета, у всех свои предпочтения. Она говорит, может быть, кому-то там как-то в подарок я, может быть, из этой пряжи свяжу. Но она говорит, вообще ничего не планирую. А что, говорит? Я говорю, слушай, Ань, вообще-то с самого начала я хотела вот такое платье связать. Слушай, если ты пять моточков этим не займешь, или мы как-то поменяемся с тобой, или что-то еще. Алена, да вообще не вопрос. Говорит, господи, да я тебе вышлю, и даже мне приятно будет, это даже не обсуждается. Говорит, все, считай, что это пряжа твоя. Я говорю, Анют, значит, можно платье начинать вязать. Она говорит, конечно, спокойно начинай вязать, пока извяжешь свои пять мотков, получишь мои пять мотков. Ну, хорошо. Девочки, я на таком подъеме схватила крючок, взяла свои записи, свою тетрадь и начала вязать. Начала вязать, провязала, навязала, все. Прямо вот за вечер у меня такое, и нет бы сразу посмотреть, и нет бы сразу примерить. Я была так уверена, я же сама вяжу по своему мастер-классу, по своим записям, но что может быть не так? И тут, когда я уже все связала, я примерила, и мне это большое. То есть, оно свободно, понимаете? То есть, не так, как оно должно лежать. Я же помню, как я вязала кокетку из той же Дивы. Было по-другому. Тут я смотрю, вырез какой-то, ну, не то, что глубокий, на плечах далековато, немножко, но что-то не то. Я ничего не понимаю. Начинаю проверять свои записи. Все правильно. Расширение делаю правильно. Ряд за рядом все правильно. Что не так? Ну, что не так? И потом, конечно, я понимаю, что не так. И я специально, перед тем, как распустила, я распустила полностью всю кокетку. У меня была связана кокетка 12 рядов, плюс 4 ряда был связан росток. Я все распустила. Вот у меня почти моток ушел на кокетку с ростком. Я все распустила. Почему я распустила? В чем была ошибка? Я все-таки, перед тем, как распускать, сняла для вас коротенькое видео. И сейчас вы все увидите. Хочу показать вам, на каком этапе вязания я нахожусь. Вот по записям, естественно. Я посмотрела свой мастер-класс. У меня сохранились записи. Все в моем блокноте, в моей тетради. Я взяла быстренько крючок, посмотрела записи, увидела 185 петель и начала вязать. Провязала уже полностью всю кокетку. И даже, посмотрите, пожалуйста, я связала росток. Вот, я связала уже росток, отделила все по записям, все четко сделала. Вот. Потом думаю, дай-ка я примерю. Что-то как-то мне кажется здесь непонятно. Тем более, я еще не парила. Я примеряю это на себя и, естественно, я вижу, что это для меня слишком свободно. Я ничего не понимаю. Ну, то есть, я же вот по записям, естественно, смотрела. Все, как здесь написано. 185 петель, каждый ряд, как вязать, все я смотрела и все я так же делала по своим записям. Ну и что? Потом, конечно же, я посмотрела еще внимательнее и у меня получается здесь номер крючка 2,25. Не знаю, как я проглядела этот момент, почему я схватила другой номер крючка, но, как вы видите, я вяжу крючком номер 2,5. Для меня это слишком свободно, с учетом того, что я еще не парила совершенно кокетку, не парила это изделие. Естественно, после того, как я отпарю, после того, как это вытянется и в длину немножко и в ширину, для меня это будет большой размер. То есть, это будет уже на размер М, а я все-таки ношу размер С. И М для меня это много. Поэтому, вот так, девочки, глупая невнимательность. Как говорил всегда мой дедушка, поспешишь людей, насмешишь. Ну вот, я вот так и насмешила и вас, и себя. Поэтому, что, конечно, все в распуске. Все начинаем сначала. Вся моя работа полностью весь вечер. Это где-то, ну не знаю, часа 4, часов 5 я работала. Все на смарку. Ну, что ж, кто не делает ошибок, тот не учится. Мы учимся на наших ошибках. Значит, в следующий раз нужно быть гораздо внимательнее и, естественно, не путать, а обращать внимание четко на номер крючка. так что, вот так, мои дорогие зрители, хочу вам сказать, что, ну, вдохновение-то, конечно, прекрасно, но все-таки, когда начинаешь новый процесс, нужно быть повнимательнее. Как-то я, не знаю, почему, но, такую вот сделала ошибку, но ничего страшного, мы все распускаем, я сильно за это не переживаю, просто хочу сказать, что на данный момент этот процесс я отложу. Не потому, что я распустила и я не хочу больше его вязать, я очень хочу его больше вязать, но на данный момент все-таки у меня в приоритете на первом месте, естественно, это блузка для моей мамы, вот таким красивым воздушным узором, который я буду продолжать вязать и надеюсь, что я до пятницы управлюсь и, естественно, мне бы хотелось закончить вот эту вот летнюю маечку уже, тем более, что вяжется быстро, вы знаете, когда вяжешь по узору, тем более меняешь цвета, очень быстро растет изделие. И на данный момент я все-таки хочу закончить эти два изделия, тем более, что у меня в работе еще одна модель для журнала Ксюша, ее тоже мне надо закончить и предоставить полностью со всеми фотографиями, с описанием в редакцию, поэтому мне тоже нужно над этим поработать. Так что, вот, мои дорогие зрители, показала я вам свои процессы, рассказала все, а платье уже все-таки будем вязать немножечко позже. Я думаю, что за неделю я постараюсь со всеми этими процессами своими разобраться окончательно, уже полностью, абсолютно полностью их закончить, чтобы больше к ним не возвращаться, и тогда уже я буду вязать платье. Одно платье у меня будет из пряжи Ализе, вот это я все-таки начну еще раз вязать, но уже, конечно, без ошибок и более внимательно. И второе платье, как я и планировала, это будет точно так же с Ализе Дива в таких коралловых цветах. Это я показывала тоже в одном из своих видео. Я оставлю также все ссылки на эти видео, если вы хотите посмотреть в инфобоксе. На этом я свое видео хочу закончить. Я желаю вам вдохновения, готовьте пряжу, будем вязать вместе, конечно же, будут мастер-классы, все будет. Желаю вам отличного настроения, легких петелек и до новых встреч.